В Беларуси Россия сделали шаги навстречу друг другу в нефтегазовом споре. Вопросы урегулированы. О подписании соответствующего протокола сегодня доложили президенту. Документ согласован на уровне вице-премьеров. Владимир Семашко и Аркадий Дворкович договорились, что уже в этом месяце Россия будет поставлять нефть в полном объеме, а Беларусь, в свою очередь, вернет на прежний уровень тарифы на транзит сырья. Кроме того, прописан новый механизм расчета цены на газ. Его стоимость, по заявлению вице-премьера, должна существенно снизиться. Правда, пока новый тариф не разглашают. Я так понимаю, что баталии, очередные баталии закончены. И нам удалось выйти на подписание соответствующего документа. И проблемные вопросы, ну, по крайней мере, на вчерашний день, были согласованы и сняты. И самое главное, вчерашними договоренностями мы исключаем подобное конфликты в будущем с Российской Федерацией. Потому что это, ну, не просто экономически нецелесообразно мы теряем определенные средства, но это даже как-то неприлично иметь нам с Россией такие отношения. Еще раз хочу подчеркнуть, мы ничего лишнего не требуем от Российской Федерации и требовать не надо. Мы требуем, чтобы наши субъекты хозяйствования и наши люди были в равных условиях в Союзе Беларуси и России. Наши субъекты, наши люди были равными с россиянами, согласно букве и духу договора о союзном строительстве. Вот единственное, чего мы требуем. Это будет главным вопросом в дальнейших моих переговорах с президентом Путиным. Я не буду затрагивать никаких бухгалтерских расчетов. Главное будет это. Потому что, как вы мне предлагаете, разрушенный эффект до 2019 года, но это пройдет немало времени, и субъекты хозяйствования будут все равно находиться в неравных условиях. Так, Владимир Владимирович? Ну, пока да. Но в перспективе... Вот поэтому мне хотелось бы впредь, не сегодня даже, знать, выдержим мы это или нет. Еще раз подчеркиваю, нам надо с Россией договориться о равных условиях. Где-то мы по каким-то вопросам должны подвинуться и подвинемся. Интерес у России, Беларуси огромный. Где-то они. Но если мы видим свою перспективу в единым целом, нам на это надо идти, на этом надо настаивать. В целом, траектория снижения цены на газ прописана вплоть до 2025 года. Взамен Беларусь вернет деньги, которые недоплачивала российской стороне. Однако долгом это в правительстве не называют, ссылаясь на то, что исходили из существующих договоренностей. Мы вообще могли иметь возможность и более 50 долларов с каждой тысячей кубометров оставлять у себя. Но то, что оставляли 25, это наш компромиссный шаг на встречу Российской Федерации. Поэтому, поскольку Россия пошла на другие определенные уступки, и по-другому нам закрывает эту тему, и даже более того, поэтому мы говорим, что мы вернем накопленную эту сумму. Я даже ее не называю долгом. Юридически мы абсолютно были всегда правы. И как результат того, что мы юридически правы, признание и российской стороны есть, Россия сделала такие шаги на встречу нам, и подписан такой протокол. А называть цифры я не имею права пока. По протоколу срок возврата в ближайшие две недели. Однако Беларусь обратится к российским партнерам с просьбой о рассрочке.